поехали есть три вершины по сравнению с вот этим серпантином который сейчас начнется закладывает души 960 метров около 400 клеи надо будет каждый час нас напустили есть поляску тоже напустили и не вдыхайте в полной грудью машина не закрывается это можно взять велосипед, надеть в каску, туда идти и что смотреть вот такая публикация, главное, площадь этой службы и надлежит сбербанку стрелковый комплекс можно вслух пострелять здесь в туалет погода вызывает сюрпризы, так, хаски-центр, несколько хасок там с тюбинг-центром а сейчас погнали всем привет спасибо что смотрите этот выпуск итак на красной поляне, на роза хуторе, обзовем это как угодно есть три вершины на которые вы сможете добраться самостоятельно либо пешком, это очень долго и сложно либо взять каршеринг, либо на своем автомобиле это будет бомбический выпуск обязательно досмотрите до конца, поставьте лайки мы начнем с первой вершины горки 960, в общем, поехали выезжаем с красной поляны для меня, на самом деле, это вообще все красная поляна а так она делится роза хутор, красная поляна, это садок для меня, как говорится, все одно и то же те же яйца, только в профиль немножко покажем вам сейчас дорогу в принципе, у всех есть навигаторы сами сможете без проблем доехать это вот квартирный комплекс Катерина Альпика здесь тоже можно снять жилье но район по мне так вообще он тухлый, тут нифига нету и нифига нет ни центра, а вот окраины, видите выехали за красную поляну ладно, поехали проезжаем казино едете дальше казино, которое в горке город да вот оно меня будет, жена, поправлять вот довольно таки дельный, кстати, торговый центр мы их частенько нахаживаем есть что уловить по пути у вас будет вот плавная канатная дорога отсюда можно уже поднять кум подъемников вот смотрите, проезжаете эстасадок вот вы выехали с него налево дорога уходит вот как раз на платную вершину на полторы тысячи метров туда мы смотрите выпуск дальше вы увидите последнюю вершину что дальше будет поэтому обязательно досмотрите и вот смотрите у вас начинается круговое движение и здесь вам нужно повернуть направо то есть первый съезд так если вы посмотрели выпуск про серпантин сочинский это хорошо кто не смотрел вот она ссылочка обязательно посмотрите но сочинский серпантин это детский сад по сравнению с вот этим серпантином который сейчас начнется это дорога это серпантин это прям дрым детской сейчас будет сложно это первая вершина мы здесь уже катались по этому серпантину неоднократно третий раз мы едем третий да третий раз и он действительно в общем просто наблюдаете за дорогой мы включим немножко ускоренный режим но все равно смотрите это реально очень мощные подъемы очень мощные спуски вот смотрите подъем на этом серпантин действительно закладывает души потому что ты едешь постоянно в гору красная поляна это высота 550 метров ты как бы 560 и ты еще поднимаешься получается вот эти хатку вверх то есть это очень сложно вот у меня уже уши уже уши закладывают да да первый раз когда мы поехали тут нас дети начали скандалить потому что видимо у них тоже там что-то закладывало вот смотрите вообще вообще прям офигенный поворот мне нравится стоит специальное зеркало объемное чтоб ты мог видеть кто там едет и смотрите какой подъем пошел посмотрите что творится вот это действительно серпантин у вас открывается по телефону зеркало че ну у вас это что все и и вот кстати можно сделать именно так ты можешь вот так вот припарковаться туда не заезжать потому что там час что-то 400 рублей что ли стоит оставить машину вот именно мы приехали на высоту 960 метров машину можно здесь оставить и пройти пешком потому что там въезд платный 30 минут бесплатный потом около 400 рублей надо будет за каждый часом заплатить либо купить абонемент на целый день точно тыс чем-то стоит мы просто машину здесь бросаем и двигаемся пешочком но сегодня нас не пустили попадем в другой день там какой-то форум проходит поэтому людей не пускают как говорится зря приехали очень еще очень странный момент почему-то у меня на этой высоте уже второй раз машина не закрывается пульт просто не срабатывает вообще не знаю что делать попробуем пониже спуститься и там закрыть ладно пошлите гулять вот кпп въезд здесь бесплатный первый по моему 20 или 30 минут а далее что-то 460 рублей сейчас по моему такие виды сегодня облачная погода чем если вы машину бросаете здесь не заезжая то через кпп вас и не пустят и нужно подниматься вот здесь вот по тропинке сейчас вам покажу а так кстати вот автобус сюда курсирует вот люди пошли соответственно за ними поднимаемся мы по тропе и даже есть колясками тоже не пустили вид конечно прекрасный но учтите что придется подниматься именно именно так очень красивая облачность прикольно как туда подъемники поднимаются красивая цепная дорожка самая главная когда вы подниметесь пешком в гору сразу вот здесь вы выходите и не вдыхайте в полной грудью потому что здесь помойка сейчас вам покажу красоту какая отсюда открывается посмотрите посмотрите какая красота это девятьсот шестьдесят метров горки город подходим краю на подъемнике здесь ездят велосипедисты такие вот шлемы если у кого-то также не будет закрываться машина вот на вот этой бесплатной парковки то отпускайте и чуть ниже и по крайней мере у меня там закрылась такой мой совет потому что три раза мы сюда приезжали машина не закрывается и мы просто уезжали домой в один раз мы попробовали спуститься пониже и закрыли и сегодня именно по такой схеме не снимаем тут поднимаетесь в общем от угла здесь начинается горки bike park представляете здесь такая вот дорога ты можешь взять велосипед надеть каску и растем стой и погнать вот по вот этим вот дорогам но ты не погнали трассе я бы конечно попробовал но на ска мне не пустит на этой территории собственно есть отели можно также здесь останавливаться снять скорее всего здесь есть какие-то квартиры что можно снять на долгосрочной аренде вон не подсказывают суфлер здесь только отели значит только отели вот на в отель скажу вот так вот вам подъемнички ладно пойдемте дальше смотреть вот видите открывается прекрасный вид оттуда видно красную поляну объемнички вот они туда закатываются смотрите в каждом подъемнике люди вот здесь вот происходит пересадка и ты двигаешься дальше вот на ту гору дальше как не знаю мы вам покажем обзор в следующих видео когда будет конечно солнечная погода тогда мы поедем здесь в общем проход закрыт вот если табличка поэтому мы сейчас обойдем и пойдем посмотрим что есть на территории есть очень удобная навигация везде висят столбики с указателями куда идти и что смотреть вот мы пошли дальше красивые ступеньки правда давно не покрасили поднялись смотрите это как будто такая площадь горки город центр сбербанка сейчас пойдем туда повыше вот такая-то навигация видите в принципе все достаточно понятно богу поднялись вот это походу такая главная площадь пересадка канат дорог очень здорово что поставили детскую площадку да мы сюда приезжали ее не было поднимается видите все-все в логотипах сбера судя по всем вывескам по логотипам на подъемникам по вот таким вот корпоративный центр сбербанка сразу понимаешь что это все принадлежит сбербанку пойдемте вам еще покажу вот смотрите что здесь есть это солнечную погоду конечно здесь гораздо лучше но да такая низкая облачность тоже имеет лично очень нравится вот такая атмосфера таких цветных дорожек это снимает настроение на пересадка здесь это очень удобная схема вы можете посмотреть что где находится какие развлекухи здесь есть вот такой стрелковый комплекс можно с лука пострелять также есть летний тюбинг вот он и хаски хаски центр да очень основной элемент вершины что есть туалет погода выдает сюрпризы пока съемки приостановили но горы они непредсказуемые идет ливень мы спрятались под шатром сейчас закончится продолжим дальше вообще разошелся вот собственно это первая вершина 960 метров по сути здесь больше только рестораны и вот летний тюбинг вот он за моей спиной и хаски центр остальное вот вот за спиной раз два три четыре ресторана итак хаски центр несколько хасок там заходишь вольер с ними можешь нам потискаться пофоткаться поиграться 500 рублей взрослый билет 300 рублей детский дети считается от пяти лет до 45 лет бесплатно тюбинг-центром катаешься по кругу на матрушке 700 рублей час 500 рублей полчаса если один спуск то 200 рублей но как кому интересно приходите будь кататься да кстати очень неприметная трасса я так понимаю что это либо для велосипедистов либо для мотокросса вот сделаны из песочка довольно таки прикольно вот там деревянные трамплины ну что это что касается первой вершины горки город высота 960 а сейчас погнали на другое ну